2019 год находится на финишной прямой и уже можно подводить его итоги если вспомнить несколько действительно классных игр которые вышли в этом году то это будет не так просто но судя по всему в следующем году дела будут обстоять значительно лучше в этом видео произвольном порядке я расскажу про 10 самых ожидаемых игр с открытым миром которые обещают выйти в 2020 году начнем с самого горячего и обсуждаемого проекта cyberpunk 2077 рпг игра от первого лица с открытым миром самого анонса мы с нетерпением ждем когда она наконец выйдет игра разрабатывается студией сиди project red завоевавший всемирную славу благодаря трилогии о геральте но в отличие от ведьмака новый крупный проект студии перенесет нас в будущее где миром правит жадность криминал и мега корпорации разработчики обещают многое прокачку персонажа современную графику хороший сюжет и нелинейность прохождения большой интересный мир множество футуристического оружия включая гаджеты и модификации большое количество классов и возможность создания собственного героя по сюжету он будет наемником которому придется браться за любую работу чтобы заработать репутацию на улицах чем выше будет эта репутация тем более прибыльным станут вакансии миссии созданы таким образом чтобы игрок сам мог решить как лучше их выполнять а все ваши выборы и действия в итоге повлияют на концовку что дает стимул для повторного прохождения за последние несколько лет игра нашумела в том числе из-за участия в проекте актера океану риза и стала одной из самых ожидаемых игр релиз намечен на 16 апреля 2020 года следующем году юбисофт выпустить новую часть watch dogs действия которой будет происходить в лондоне недалекого будущего где новый режим узурпировал власть и теперь страна находится под властью тоталитарного контроля со стороны государства повсюду камеры полицейские и постоянная слежка члены отряда хакерской группировки набирают добровольцев готовых вступить в ряды сопротивления по обещаниям игра будет масштабной разработчики утверждают что любого нпс в игре можно сделать не только своим союзникам но и персонажем которым можно управлять игрокам предстоит набирать нпс для сопротивления вербуя людей с разными навыками а потом выбирать подходящие на конкретное задание это могут быть люди любого пола и возраста профессиональные хакеры бойцы уличные гонщики и различные звезды своего дела у каждого из них будет своя история характер и набор навыков что позволит создать уникальную команду можно будет даже поиграть за старушку и старика это выглядит забавно но не удивляйтесь если по ходу дела они умрут от сердечного приступа наняв нпс можно будет контролировать его развитие однако если по ходу игры он погибнет вы потеряете его навсегда по описанию звучит классно как будет на деле узнаем 6 марта 2020 года дайнлайт 2 сюжет продолжения будет разворачиваться спустя 15 лет после эпидемии что погубило человечество мир стремительно загнивает его раздирают битвы различных группировок и остро социальные проблемы решить большинство из них чаще всего путем создания новых проблем придется игроку главный герой кодвелл носитель вируса большинство людей от него становятся поедателями мозгов а вот кодвеллу можно сказать повезло есть плоть он не хочет а предпочитает паркурит по крышам но у каждому своем разработчики обещают что теперь каждое принятое игроком решение в зависимости от его тяжести зачастую будет наносить городу и людям определенный ущерб в миссиях будет больше свободы выбора различные варианты ответа в диалогах будут радикально влиять на геймплей можно например предоставить жителям одного района доступ к воде уничтожив дамбу при этом вода уйдет из опасного региона освободив дорогу орде зомби также миссии можно будет проходить совместно с друзьями от двух до четырех игроков еще обещают открытый мир по размерам в несколько раз превышающий все локации первой игры продвинутую кастомизацию интересный сюжет и увлекательный паркур также полностью убрали огнестрельное оружие зато общий пул будет достаточно широк от крюка кошки до молота точная дата выхода еще не объявлено но обещают что релиз состоится весной 2020 года mountain blade 2 баннер лорд битва за кальрадию наконец-то продолжится во второй части ролевой игры симулятора средневекового воина многие ждали игру в 2019 году но разработчики решили что раз уже столько лет ждали то еще и годик не повредит хочется верить что такая задержка пойдет проекту на пользу чем сиквел будет отличаться от оригинала концептуально ничем все та же большая карта сражение в реальном времени возможность прогуляться по городам и закупиться там дедой оружием и конячками но если присмотреться к деталям различий много графика значительно улучшилась в городах появились шайки бандитов новые торговые лавки настольные игры и уникальные npc во время боя можно будет командовать войсками при помощи улучшенной системы управления анимации персонажа были дополнены и улучшены появились новые виды осадных орудий а сами осады стали намного зрелищнее за счет добавления дополнительных способов штурма стен конечно же разработчики переработали интерфейс улучшили искусственный интеллект и позаботились об оптимизации отдельного упоминания достоин сетевой режим если в первой части для запуска мультиплеерной битвы нужно было бегать по комнате с бубном теперь достаточно пары кликов разработчики пообещали полноценный матчмейкинг с несколькими режимами gods and monsters ролевое приключение в открытом мире от создателей ассасин скрит одиссея юбисофт решили развить тему древней греции и предложить новые видения лады где за каждым деревом прячутся мифические существа главный герой отправиться на остров благословенный и сразиться там с предводителем остров тифоном согласно греческим мифом это самое опасное существо на свете чтобы победить его нужно будет прокачаться а для этого герою придется исследовать просторы острова посещать подземелья решать головоломки и изучать навыки боги олимпа завидев потенциал протагониста подарят ему часть своих сил которые помогут в боях выход игры запланирован на 25 февраля 2020 года скал энд бонс пиратский симулятор вдохновленный ассасин скрит black flag но без ассасинов проморские сражения в большом открытом мире во времена золотого века пиратства в экзотическом индийском океане игрок возьмет на себя роль капитана который в этих водах командует кораблем так что в игре будет присутствовать определенный элемент стратегии с возможностью улучшить свой корабль и повышать уровень членов команды геймплей посвящен захвату и уничтожению других кораблей каждый корабль можно кастомизировать присваивая им специальные способности по ходу игры можно будет увеличить свой флот объединяться с другими игроками и нападать на опасных противников грабить суда на торговых маршрутах и сражаться с капитанами конкурирующих группировок среди которых будут как известные исторические персонажи так и другие игроки точной даты выхода у игры еще нет известно только что релиз запланирован на 2020 год дарк энвой новая нелинейная ролевая игра в стиле готического стимпанка от автора of tower of time разработчики вдохновлялись такими играми как mass effect divinity и dragon age решив позаимствовать у каждой из серии самые сильные стороны и дополнить все это своими уникальными идеями игра представляет собой партийную рпг с изометрическим видом и тактической боевой системой мы будем путешествовать по огромному открытому фэнтези миру на корабле играющим роль базы основу геймплея займут исследование локаций зачистки процедурно генерируемых подземелий и прокачка авторы обещают что открытый мир игры нельзя будет полностью исследовать за одно прохождение классов персонажей будет 15 штук причем их древо навыков можно будет комбинировать а все решения игрока сыграют важную роль и повлияют на концовку все это должно обеспечить высокую реиграбельность релиз игры запланирован на вторую половину 2020 года beyond god and evil 2 экшен приключения с открытым миром приквел нашумевшие свое время игры beyond god and evil 2003 года где рассказывалось о журналистки которая пыталась раскрыть масштабный правительственный заговор возможно это не та игра на которую надеялись фанаты в ходе более чем десяти лет разработки концепция поменялась и вместо показанного старом трейлеры продолжения события которые происходят после первой игры вторая часть фактически будет предысторией сюжет здесь расскажет о секретных программах правительства по скрещиванию людей и животных которые нужны для оперативного покорения космических планет и о том к чему это все в итоге привело на данный момент об игре известно не так много но мы знаем что игроку предстоит с самых низов преступной иерархии стать легендарным пиратом известным во всех уголках галактики journey to the savage planet приключенческая игра с видом от первого лица и элементами выживания в открытом мире про путешественника по отдаленным планетам в целях их проверки на пригодность для жизни от одного из создателей far cry и ассасин скрид на неизвестной планете герой предстоит открывать новых существ и внимательно исследовать окрестности изучая флору и фауну чтобы определить подходит ли планета для проживания человечества планета состоит из четырех разных биомов и заселена множеством различных существ у каждого из них свои повадки атаки и способности играть можно будет как одному так и вместе с другом релиз намечен на 28 января 2020 года ассасин скрид рагнарёк новый ассасин скрид уже в разработке но юбисофт не особо хочет делиться подробностями едва ли кто-то сомневался что одиссея была далеко не последней частью серии а потому главная интрига заключается скорее в том когда ждать релиза и куда же забросит игроков на этот раз но если правильно прогуглить то можно найти несколько утечек из них следует что юбисофт намерена перенести место действия новой игры в скандинавию родину мифов о вальхале правда это или слух пока сказать сложно у игры сейчас несколько рабочих названий президент юбисофт в недавнем интервью заявил что цель разработчиков новый ассасин скрид состоит в том чтобы создать проект который сочетает в себе идеи и масштабы одиссея и юнити намекнув что открытый мир новой игры будет колоссальных размеров релиз запланирован на 2020 год на этом пока что все возможно кто то спросит почему в топе нет же то 6 потому что судя по утечкам следующем году мы увидим только анонс игры который состоится летом сама же игра выйдет значительно позже rockstar сперва хочет взглянуть на продажи консолей следующего поколения а именно playstation 5 и xbox scarlet чтобы оценить примерное количество продаж игры еще есть информация о том что игра наверняка не появится на playstation 4 и xbox one которые попросту ее не потянут та же история из the elder scrolls 6 игра выйдет уже на консолях следующего поколения и ждать придется еще долго ведь по слухам у игры еще даже сценарий до конца не прописан так как даже ждать игру я бы сказал году так в 2023-24 но не стоит расстраиваться судя по всему 2020 год будет щедрый на классные игры а для вас вещал канал image game всем пока а а